Приветствую вас и в начале ответы на вопросы, которые вы задаете. Значит, да, к сожалению, вы своим поведением оттолкнули от себя этого человека и связано это с тем, что вы перешли черту. То есть мужчина к вам относился тепло, нежно, обходительно, доброе потому, что он такой человек, он такой доктор, что он вот каждого пациента воспринимает индивидуально. Или, если он так общался только с вами, то именно вы ему приглянулись, именно вам он хотел помочь. Именно вы как-то вот запали ему в душу, но именно как пациент. И когда вы начали переходить черту, пытаться стать ему ближе, вы его оттолкнули этим. И он понял, что вы рассчитываете на что-то большее. А он, с одной стороны, не мог вам этого большего дать и не хотел вас обнадеживать, чтобы вы не разочаровывались. С другой стороны, ему было важно сохранить свою репутацию, ведь он собирался и женился. И если бы пошли слухи о том, что мужчина вот как-то заметен в романе с вами, или что он отвечает на ваши знаки внимания и так далее, то ему было бы очень плохо. А вот это могло бы разрушить его личную жизнь. Для того, чтобы вам вернуть его расположение, для того, чтобы вам вновь, вот вы здесь спрашиваете, значит, как возродить те отношения, которые между вами были, чтобы он вновь был к вам внимательным и чутким. Отвечая на этот вопрос, можно сказать так. Поскольку вы оба взрослые люди, то скажите ему честно, просто вот вызовите его на разговор, и честно скажите ему о том, что вы увлеклись, что у вас чувства засмели разом, что вы, в общем-то, позволили себе лично, что вы об этом сожалеете, и дайте понять мужчине, что ничего такого больше вот именно в личном контексте он от вас не получит. Чтобы он расслабился, чтобы он не ожидал от вас какого-то вот поведения, которое было бы для него неприемлемо. И важно, чтобы вы не ожидали результата сразу, чтобы вы понимали, что на то, чтобы вновь вернуть общение в прежнее русло, нужно время. Мужчине нужно время. И не только, к сожалению, время, но еще и обстоятельства. Обстоятельства какого плана? Он сейчас от вас отдален. Это понятно. Его отдаление от вас, это логическое поведение здесь. И он не видит от вас пока никаких сигналов к тому, что вы изменились. Напротив, вы писали ему письма, да, там, подарок пытались подарить и так далее. После этого разговора его поведение к вам сохранится. Но у него будет ваше общение. У него будет ваше намерение. Намерение вернуть отношения в прежнее русло. Это намерение сыграет хорошую роль, когда возникнет ситуация, когда вас будет нужно поддержать. С вами будет нужно поговорить. Это когда мужчина увидит, что вы действительно цените в нем именно человека, и мужчину в нем все-таки не видите. Это его расслабит и позволит ему вернуться к общению, как обычно. Было бы нечестным к вам сказать, что общение обязательно вернется, как обычно, то есть будет раньше. Скорее всего, как раньше, уже не будет. Потому что, если мужчина все равно будет с некоторой опаской к вам относиться. Но, тем не менее, будет лучше, чем сейчас. Это факт. Насколько лучше зависит от мужчины, от его верности в себе, от его осознанности, от его контроля. Потому что, может быть, вы со мной не согласитесь. Я ни в коем случае не берусь здесь общению с его качеством как врача, как доктора. Но вот как мужчина он поступил не очень, скажем так, по-взрослому. Не очень серьезно. Он, во-первых, может быть, изначально допускал слишком много вольностей по отношению к вам. Не понимая, как это может быть вами интерпретировано. А потом резко пошел на попятный. Испугался. Это слабость. Как мужчина он проявил слабость здесь. Либо нужно было идти в этой ситуации до конца. То есть, ну, проявлять дальше к вам тепло. Просто-напросто игнорировать ваши чересчур личные модели поведения. И продолжать с вами общаться, пока как общаться. Либо изначально нужно было вести себя отстраненно. Мужчина здесь показал явно свою неопытность. Но это не врачерная, это ведь не докторская сфера в данном случае, не медицинская. А это не его профильная, да? А это все-таки общечеловеческая. И в этом он, конечно, может и имеет право быть неопытным. Вам это нужно понять. Что мужчину вы как-то задели своим поведением. Может быть, для него был соблазн. Соблазн, что вот вы проявляете к нему симпатию. Может быть, мужчина пожалел о том, что так с вами общался. Он понял, что с ним нельзя общаться. Если так, то даже при осуществлении тех действий, при наличии того поведения, о котором я говорил, эффектов от него будет не так много. Это нужно тоже понимать. Следующий вопрос, который вы задаете, это как, значит, менее зависимо стать от него в неврачебном смысле. Понимаете, корень к решению этой проблемы кроется в том, что вы пишете о том, что пациент и доктор имеют особый связь. что пациент, по вашему мнению, может доктору довериться в том, что он не может рассказать друзьям и родным. Вот это ключевой момент. Почему вы так активно начали проявлять свою энергию на этого человека? Потому что у вас эта энергия есть. У вас эта энергия есть, она у вас нереализована, и вы нашли объект для ее реализации. Другое дело, что вопрос о том, почему эта энергия является нереализованной у вас, остается открытым. Как минимум, раз мужчина вел себя с вами так, значит, вы ему как-то в душу запали. В карте не важно, важно, что запали. Значит, в принципе, у вас могут быть отношения с мужчинами. Но не на почве профессиональных взаимодействий, а вообще с мужчинами. И также вы их пишете о том, что вам одиноко, страшно и больно. То есть, из вашего письма у меня не создалось ощущение, что вы имеете поддержку со стороны родных, что у вас успешная личная жизнь и так далее. И вот отсутствие всего этого привело к тому, что вы стали зависимы от этого мужчины в неврачебном смысле. Чтобы освободиться от этой зависимости, нужно, собственно говоря, найти человека, которому вы могли бы доверять, в той сфере, где вы свободны, где вы не связаны какими-либо профессиональными обязанностями друг к другу. Получается так, что вы увидели к себе мужское отношение, мужское отношение хорошее, весливое, выдержанное, достойное. Я бы даже сказал, наверное, для вас идеальное. И вам показалось тут же, что в этого мужчину вы можете влюбиться, и вы в него влюбляетесь. То есть вы нормальное, в общем-то цивилизованное отношение к себе интерпретировали как личное к вам. Почему? Потому что у вас есть определенные потребности. И потребности эти, как я думаю, связаны с реализацией как социального индивида, то есть друзья, коллеги и так далее. Так и с личной реализацией. Реализация как женщин, ощущение своей привлекательности, ощущение своей востребованности, ценности и так далее. Вот в этом ключе вам и нужно работать. Говорить вам о том, какие проблемы могли привести к тому, что вы оказались в таком положении, мне бы не хотелось, потому что это было бы не совсем этично. Но, тем не менее, если эти проблемы есть, если вообще проблемы есть, то их можно выбирать. Будет лучше, если вы сами их ослушаете, будет лучше, если вы сами о них скажете, обрисуните набор проблем, которые есть у вас, даты не генерировать искусственно, не выявлять новые проблемы, которых нет. Тем не менее, это очень важно. Важно осознать свои потребности, которые у вас есть, свои желания, которые у вас не удовлетворены и понять, что именно эти желания вы хотели удовлетворить через этого мужчину-доктора. И до тех пор, пока эти желания не будут удовлетворены напрямую, не через таких профильных людей, да, у вас будет вариант того, что вы будете терять от хороших людей в своей жизни. Что еще можно сказать? Заключение. Попробуйте представить себе, что у вас есть семья, ребенок, муж. Попробуйте представить себе, что вы, имея все это, оказываетесь в такой ситуации, которую вы описали. Вряд ли вы обратите внимание на такое отношение доктора. Да, вам будет приятно, да, вы будете чувствовать себя лучше, вам это будет, может быть, льстить. Но если вы со своим мужем общаетесь хорошо, если у вас хорошие отношения, если вы любите друг друга, то на доктора, как на мужчину, вы бы не посмотрели. Я думаю, что если вы представите себе такую картину, то вы сами наглядно в этом убедитесь. И значит, имеет место то, о чем я говорю. И вот с этим нужно работать. Вполне вероятно, что ваша болезнь мешает вам чувствовать себя полноценной. Если так, то с этим нужно работать. Повышать свою самооценку. Учиться управлять своими сильными сторонами. И принимать и минимализировать слабые стороны. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.